Поклонникам фантастической комедии Мэтта Грейнинга, Футурама, может показаться, что прошло целое тысячелетие с тех пор, как мы в последний раз видели команду Планетного Экспресса в действии. Трудно поверить, что прошло целых 22 года с момента премьеры сериала на канале Fox и 8 лет с момента его финала. За время своего недолгого существования сериал заработал несколько Эмми, обрел яростно преданных фанатов и имеет все основания считаться одним из лучших анимационных сериалов всех времен. Несмотря на это, он постоянно испытывал проблемы с рейтингами и был отменен каналом Fox после четырех замечательных сезонов. Позже он возродился с Comedy Central с фильмами, выпущенными напрямую на видео. Затем он, к сожалению, снова был отменен после еще двух сезонов. Несмотря на низкие рейтинги и отмены, Грейнинг и компания сделали из Футурамы тот самый уникальный мультсериал, который может заставить смеяться или громко рыдать на весь космос. Сочетание низкопробного юмора, высокопарных рассуждений и сырых неприкрытых эмоций – это то, что помогло сделать Футураму культовым хитом во время первого показа на канале Fox. Это также одна из причин, по которой легендарный статус сериала только рос, что в конечном итоге привело к его возрождению на Comedy Central. И именно поэтому, даже после неожиданного подарка в виде более чем 60 серийного продолжения, поклонники Футурамы по-прежнему жаждут новых космических приключений с командой Планетного Экспресса. Мы не можем с уверенностью сказать, появится ли новый сезон Футурамы, хотя с каждым днём перспектива новых эпизодов, полных юмора, эмоций и случайных отсылок к поп-культуре, приближается к вероятности избавления от мозгового слезняка по собственной воле. Единственный лучик оптимизма, который мы можем предложить, заключается в том, что актёры с нетерпением ждут возвращения Футурамы. Актёр Морис Ламарш сообщил Sci-Fi Wire, что старый состав остается на связи и что они все готовы и хотят вернуться к старым ролям, если будут сниматься новые эпизоды. Он продолжил, «Я оставляю это на усмотрение высших сил, но знаю, что все мы в этом заинтересованы, включая актёров. Так что, надеюсь, когда-нибудь будет перезагрузка Футурамы. Мы хорошо поднаторели в этом деле» Поскольку актёры готовы, и теперь Disney приобрела 20-й век Фокс, возможно, они захотят возродить сериал, учитывая, что у него всё ещё есть горячие поклонники. Случались и более странные вещи, особенно в мире Футурамы. – Я думаю, это ваша счастливая день, пимперу. Однако некоторые давние зрители задаются вопросом, нужны ли нам новые эпизоды Футурамы. Эти фанаты отмечают, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и многие из лучших вещей заканчиваются быстрее, чем другие. Это особенно верно в отношении телевидения. Благодаря низким рейтингам некоторые блестящие сериалы с потрясающим потенциалом слишком быстро становятся историей. А есть и такие, которые остаются в эфире много лет после своего расцвета. В любом случае, большинство фанатов согласны с тем, что в 2013 году Футурама закончилась именно так, как должна была закончиться. Это произошло благодаря тому, что руководство Comedy Central сделало то, чего в своё время не сделал Фокс. Они предупредили создателей сериала о том, что их сериал скоро закроют. Эта информация позволила команде Футурамы сделать так, чтобы сериал получил достойную лебединую песню, которая затронет сердечные струны столь же сильно, как и насмешит. Финал сериала под простым названием Тем временем справился со своей задачей выше всяких похвал. Грейнинг и компания наделили этот эпизод всем тем остроумием, изумительностью и проницательностью, которых вы ожидали бы от этого сериала, и украсили все это восхитительной романтической сюжетной линией, редко встречающейся в анимационном телевидении. Как замечают многие, новые эпизоды Футурамы могут показаться лишними после такого финала. Не только потому, что тем временем был эффектным завершением сериала, но и потому, что красивые прощания так редки в эпоху, когда руководители каналов и стрим-сервисов всегда готовы закрыть неудачный сериал. В конце концов, одной из основных повествовательных линий на протяжении 140 серий сериала была мысль о том, что время ограничено. Неважно, сколько найдешь устройств, изменяющих время или причудливых сценариев, важно ценить то, что у тебя есть в моменте «Здесь и сейчас». Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!